Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в ретро-разделе Назад на рыбалку в СССР. Сегодня мы поговорим о блеснах Советского Союза. И сегодня у нас будет на обзоре очень интересная блесна. Это утяжеленная блесна. Вот такая вот блесная вертушка Муза производства завода Сатурн. Давайте я покажу ее поближе. Так, обратите внимание на конструкцию. Эта блесна отличается от других блесен вертушек стандартных. Здесь мы видим груз, что ее утяжелили, чтобы она могла лететь подальше. Здесь написано Муза, завод Сатурн, цена 30 копеек. Вес 9,16 грамм. Далее у меня таких вот две конструкции. Правда, очень интересная. Хорошо, что такие блесны делали, что как бы можно сказать, она не повторяя, а как бы такая блесна индивидуальная. Груз-маслинка здесь мы видим, тройник, колечко. Также вот эта проволока, две бусинки пластмассовые. Сама вертушка в виде мухи, крыльев чем-то сделанной, изогнут крылья, чтобы она крутилась быстро. Груз, тоже бусинка еще одна. И уже сам вертлюжок, куда надевается, мы уже на поводок надеваем эту нашу блесную вертушку. Давайте в длину. Она называется, интересно, она Муза, 9 сантиметров. Длина самого лепестка 2,2 и вес. Давайте взвесим ее, эту интересную блесну. Вес 9,3 грамма, достаточно нормальный для такого лепестка, утяжеленная, достаточно нормальный вес. Блесна сама по себе, согласитесь, достаточно интересна. Давайте же проверим ее игру в ванной. Блесна Муза. Смотрите, из того, что крылья в разные стороны изогнуты, она без проблем заводится, видите. Крылышки эти крутятся, наша вертушка работает. Она утяжеленная, и ее можно кидать на нормальное, достаточное расстояние. Вот такая вот блесна Муза завода Сатур. Достаточно индивидуальная, она интересная. Такая вот отличная конструкция. Ну а вы, как всегда, напишите в комментариях, у кого была такая блесна Муза, кто, что он на нее ловил, может быть, и сейчас кто-то на нее ловит. Я буду очень рад. Как бы а на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok